приветствую всех кто это смотрит меня зовут михаил и я продолжаю играть в дыхание огня так и как обычно лагерь разбиваем я волнуюсь за края давай рон пойдем это в замок и увидим его ёршин спрашивает куда вы идете что оставили край куда вы идете надо ему мастера назначить пока у нас выбор не богат но мы пойдем в город так еще я покажу новое место для исследования вот такая такой ручеек с мостиком деревья с них кстати можно можно с них тоже получать ягоды ну или или гусеницы пока просто атакую а не на зря и атаковать надо не на вылечить и заменить на ёршин она все-таки броня так и где тут сокровище тут на каждой карте вот такой случайно есть три места где могут быть сокровища так и если ударить огнем то они будут станут сильнее так вот ну и опыта за них больше будет бьем быстрее бьем пока нас не убили все-таки вот используют тут технику боя быструю что меч он мгновенно выхватывает и возвращает обратно в ножны тоже вот никогда не понимал как это можно успеть быстро сделать а вот я узнал что здесь выгодно торговать вот этот торговец которого вот у него все товары за рыбу золото можно за медузу купить широкий меч мне сладкой рыбы не хватает на него жадно хотя он плюс 5 защищите дает атака у него не такая же большая вот это куплю ну давай нинь эти еще можно купить а потом рыбки наловлю и вот у него дают еще печати за каждую ее покупку можно у него рыбку продавать можно отоваривать вот эти печати но у меня пока только одна штука поэтому не буду ну тут гостиница а вот этот человек вы знаете почему чужие вещи выглядят лучше чем собственные ну хорошо как насчет того чтобы сейчас обменять ваше сокровище на моё у вас бронзовый шар конечно теперь это уже ваше но мне кажется оно получше это шут как нам известно до краев пустыни люди называют это пустынным городом я возьму это и это и я не возражаю я хочу все сколько что 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 а как у спой а у у у у у вот это для коллекции а тут наверное удочку можно было а не удочку значит только витрянде и хорошую продают жаль неужели нет способа чтобы пройти без песках пойму на тут закрыта нет я говорю что еду в чамбу ты сможешь доехать то есть то есть местный этот поезд довезет меня до питера нет а меня с той же серии девок сюда нам надо будет по сюжету потом это не скоро они построили мост и я пойду когда будут питающие птицы не время мне сейчас действовать все пескоходы на задании кися давай еще раз у нас в деревне у соседей было пока у кошка она вот громко-громко как всегда мяукал я с ней иногда играл так говорю скажи мяу громко так идем идем по сюжету а этот печальная музыка я уж и забыл музыка это замок люди музыка музыка возник теперь находится под следствием ни каких посетителей не пускать музыка 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 Простите, но я боюсь, мне надо просить вас уйти. Сеос, следи за ними. Простите, но я не могу позволить вам прийти. А, яс, яс. Не имеет смысла, мы ничего не сделаем. Бедняка Край, все из-за меня. Мы не можем сидеть и ничего не делать. Знаю, идем в Орген. Это место, откуда Край, я, я родом. Они поставили охранника следить за нами. Но не сказали, что нельзя никуда пойти, так? Идем. В Орген, до юги отсюда, за лесом. Так, сейчас лагерь. Снова надо. Мы должны думать, как вызволить Крайя, я оттуда. Мы должны спросить совета в Оргене. Много политических факторов, которые важны. Расследование Дева Крайя может потребовать много времени. По крайней мере, это то, чему Ёршин верит. Не приходят странные идеи. Не понимаю, о чем он. Вот в этом лесу. Вот в этом лесу. Так, ну давай. Давай свой двойной удар. Надо сначала один выключить. Хм, по-моему, и даже не было чего. Возможно, Ёршинь его выучить трудно. На Тарону, например. У Миниорфонни его обычно выучивает. Ну, или Циас, это в большевых стиле такие быстрые атаки. И Ёршинь у нас медленная, но сильная. Уронский кик. Вот, ладно. По-моему, мы все нахожу. Продолжение следует... 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 Ты что-нибудь слышал? Мне кажется, или туман правда сгущается? Йоршин говорит, это место вызывает странные чувства. У меня тоже. Давай уйдём отсюда как можно быстрее. Продолжение следует... Силос потерял до речи и исчёзла. Вот в этом он тоже, жаль, на меня похож. Я примерно так же реагирую на нестандартные ситуации. И нехорошо. Йоршин говорит, кажется, она не упала. Что... что происходит? Вдруг всё стало? Давай... Давай... Её поищем. Искать её надо вот так вот. Сработало, как мы и планировали. Мы её уменьшили. Давай, нужно решить, что делать с остальными тремя. Да, посмотрим, что же нам делать. Знаю, давай выколем им глаза. Погоди минутку. Этот на нас смотрит. Нет, невозможно. Смертные не могут нас видеть. Ты видел? Как? Так нечестно. У него глаз дракона. Вот почему он смог нас увидеть. Йоршин спрашивает, что вы сделали с Ниной. Что ж, раз вы нас нашли, придётся вам сказать. Мы её... У... Тут уменьшили. Сделали очень маленькой. А потом её унесла птичка. Ищите дерево, на которой втором сидит птица. Найдёте дерево, потрясите его. Может, оно упадёт. Добрый день. Не волнуйтесь, она не всегда будет маленькой. Со временем это пройдёт. Ну, хотя, Нина ведь летать умеет, так что... Увидимся, мальчин-брекон. Йоршин говорит, нужно прислушаться к пению птицы. Оно приведёт к дереву, где она живёт. Затем ударить дерево. Слушаем, слушаем. Магии-то у нас нету. Ммм. Чё-то он всасовет может. Может, какую-то атаку сделает. Интересно. Ну, уже поздно. Ты его. Если я тебе теплое промахнуться, то бьёшь сразу. Так, надо подлечиться. Ну, пение я не слышал, но на всякий случай. Так. Хм... Кстати, он по луше очень-то ёркий и часто от меча уворачиваются. Поэтому их... И если их хочешь черчур быстро убить, нужно магией. Так... А, вот теперь они, птички. Ну, давай. Это птичье гнездо? Что со мной? Я... Я стала меньше! Но как? Зачем? Что случилось? Подумаю об этом позже. Нужно уходить, пока эта птица меня не съела. Как? Взлететь не сможет? Эх... Так... Что тогда? А... Спрыгнула бы да и всё. Привет, птичка! Не ешь меня! Не ешь меня! Я совсем невкусная! Я... Я... Гусеница! Стой, думаешь, если у меня есть крылья, то я твой птенец? Поэтому принесла мне еду? Ну... О, слушай, птичка, я не птица, так что... Не люблю я насекомых, ясно? И... Я вот думал, что можно упорно... Её не... Не... Атакуя... Делать так, чтобы она... Всё поняла и... Сама улетела, типа, мирным способом, но нет. Отрабила... Идётся лечиться... Её нужно именно побить... В этой игре... Не работает... В этой игре... Я, конечно, ценю заботу этой птички, но я не готова пробовать насекомых. Теперь нужно подумать, как отсюда спуститься. О, вот так что-нибудь. Никаких признаков Нины. Может попробуем ещё раз? Ну? Ну? Так, похоже всё-таки этот баг. Ага, ну хорошо, я на этом закончу серию. Теперь я установлю игру и продолжим. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok